всем привет мои дорогие любимые зрители сегодня у нас топ 7 люксовые шлейфовые ароматы на весну знаете когда летит самолет остается такой след это называют с французского сияж шлейф еще это называют кильватер волновая струя отсюда либо след в небе от самолета шлейф в аромате шлейф парфюмерии это набор зависнувших в воздухе молекул зависнувших в воздухе частиц аромата не все молекулы обладают таким свойством некоторые более летучие некоторые более тяжелые но парфюмеры сами могут управлять порядком раскрытия аромата и скоростью испарения составляющих парфюмерной композиции самые летучие молекулы это цитрусовые ноты лимон бергамот но их также могут утяжелить специально чтобы они зависали в воздухе поэтому любой аромат несмотря на его группу может быть шлейфом то есть не только восточные там ароматы древесных групп могут быть шлейфовые но и принципе любые даже самые легкие воздушные ароматы могут оставлять шлейф но не путать со стойкостью то есть опять же знаем разделяем что он стойкий аромат не всегда шлейфовый шлейфовый аромат не всегда стойкий но аромат может быть и стойким и шлейфом одновременно сегодня говорю про шлейфовые ароматы первый шлейфовый парфюм это christian dior diorissima выпущен он 1956 году парфюмер здесь эдмонд рудницко эдмонд рудницко это ученик эрнеста бо верхние ноты зеленые листья бергамот средние ноты ландыш сирень жасмин лилия ланг и ланг амарилис розмарин барония базе цибетин сандал это белые цветы свежесть зеленые аккорды и цветочные аккорды это самый лучший аромат на тему ландыша всех времен и народов парфюмер эдмонд рудницко вопреки модным для того времени сладким ароматом решил создать что-то такое свежее элегантное невесомое аромат ландышей и также сам christian dior мечтал о свежем чистом аромате ландышей таком же прекрасном как и ландышевого саду и вот они встретились 1955 году и на свет появился этот парфюм этот аромат dior diorissima как заявлял сам christian dior сама душа christian dior в этом аромате также эдмонд рудницкий очень интересно выражал свое мнение про парфюмерию что парфюм становится частью нас самих потому что он у нас проникает это на самом деле очень интересно мы реально себя можем ассоциировать с парфюмом и других людей ассоциируем даже по их шлейфу да по их приближению либо когда человек покидает помещение также остается от него шлейф именно потому что это как бы часть человека то есть аромат парфюм это реально часть человека потому что он сродняется самим носителем своим и проникает внутрь него вот такое интересное выражение у дмон трудницкого было и такой красивый шлейфовый аромат это у меня версия туалетная вода я в магазине тестировала по-моему это была парфюмерная вода и он мне очень сильно понравился особенно в сравнении с dior forever and ever forever and ever такие легкие цветочки а этот аромат dior диорисимо такой более сладкий аромат у меня показался так в магазине потому что дома опять же они немножечко по-другому себя ведут эти ароматы все-таки в магазине немножечко мнение у нас об ароматах обманчивое показался он мне сладким но сейчас я чувствую здесь прямо такой сильный-сильный ландыш но аромат очень красивый и хотя это аромат 1956 года он не потерял абсолютно никакой актуальности красивый аромат на тему ландышей и также очень красивый цветочный шлейф от этого аромата хотя даже это у меня туалетная вода следующий аромат это моя новинка nina riche nina rose этот аромат не на тему розы это аромат на тему красивых цветков выпущен он в 2020 году верхние ноты лимон груш и бергамот средние ноты цветок апельсина нироль и жасмин в базе мускус и кедр это белосветочный цитрусовый аромат я ни одной nina riche в своей коллекции не имела ранее но я помню что у nina riche очень шлейфовые ароматы любое яблочко nina riche берете и у него будет красивый шлейф это правда и там очень много этих яблочек уже очень много фланкеров но они все очень шлейфовые ароматы и все очень имеют знаете такое объединяющие какую-то ноту и вот изначальная версия nina riche мне как-то была тяжела для меня так скажем а вот эта версия она более такая свежая и легкая это у меня туалетная вода красивый аромат также на тему груши на тему жасмина красивый цветочно-фруктовый аромат хороший парфюмер оливье кресп у этого аромата парфюмер который создавал 30 ароматов для saint loran 16 для nina riche создавал dolce gabbana light blue ангел и демон дживанши и ангел муглер это все создавал оливье крест и вот такой прекрасный аромат новинка nina riche nina rose тоже очень хороший шлейфовый аромат в принципе как и все яблочки nina riche также на шлейф и на стойкость собственно влияет и температура воздуха и влажность воздуха и химия кожи человека на сухой коже и на жирной коже ароматы держатся абсолютно по-разному ароматы естественно вступают во взаимодействие с кожей человека с химией кожи человека и поэтому они абсолютно по-разному себя ведут естественно на разных людях на разной коже и зависит от того сухая кожа или жирная кожа следующий аромат моим сегодняшним в сегодняшнем топ-7 это лолита олимпийска свит предлежит группе цветочные фруктовые сладкие выпущен в 2014 году это видимо земляника да то есть это не яблоко это форма земляники верхние ноты вишня сахар средние ноты какао ирис ангелика в базе мускус кашмировое дерево хотя может быть это вишня потому что это вообще аромат на тему вишни по идее но я почему-то здесь вижу клубнику сладкий вишневый мускусный пудровый ореховый аромат очень красивый у него шлейф опять же относится к категории принципе бюджетные ароматы можно по скидкам купить на натино также здесь есть сильный миндальный аккорд ванильный аккорд но так как это все таки люксовые ароматы люксовая парфюмерия все довольно таки ориентирована на то чтобы понравиться большинству потребителей большинству потенциальных покупателей и мне понравилось тоже такой бесхарактерный аромат то есть его из тысячи я бы не узнала чем-то таким сладким вкусным пахнет возможно даже в духе каролина эрера или в духе живанши ле петит роб нуа что-то такое в одном духе сделано но у этого аромата очень красивый сладкий шлейф то есть вот тот вариант когда люксовая парфюмерия создала хороший парфюм который понравится большинству людей lalit olympicska sweet следующий шлейфовый аромат из категории люксовая парфюмерия это эрмес жур де эрмес абсолют флаконом можно так конкретно кого-нибудь пришибить так скажем очень весистый флакон такое тяжелое дно парфюмер jean claude elena группа ароматов цветочные выпущен в 2014 году верхние ноты грейпфрут цветок абрикосов средние ноты гордения jasmine sambac и цветочные ноты в базе древесной ноты дубовый мох основные аккорды цитрусовый белоцветочный древесный мшистый свежий пряный знаете раньше я дубовый мох в этом аромате как-то не вычленяла не чувствовала а сейчас как-то прям с блоттера он на меня пахнул этот аромат жур де эрмес абсолют фланкер флагманского аромата жур де эрмес только сюда парфюмер jean claude elena добавил цитрусы влажные зеленые ноты и древесно-мускусные аккорды в новом издании парфюмер jean claude elena хотел воплотить саму суть женственности то есть это женственность во флаконе женственность в цветочных нотах красивая белая горденья драгоценный жасмин самбак и романтичный медово-сладкий цветок абрикоса вот так нам презентуют компания эрмес свой аромат на самом деле такой очень красивый у него шлейф у этого аромата на самом деле и почему-то именно с кожи я дубовый мох не чувствую а с блоттера прямо он на меня как будто бы стартанул это очень такой деликатный тихий аромат очень на самом деле да женственный аромат в принципе все мои сегодняшние шлейфовые ароматы на весну потому что это все на тему цветов и как-то так подборка такая у меня произошла именно таких весенних ароматов с красивыми цветочными нотами цветочными аккордами и кто ищет кстати сочетание цитрусов с абрикосом хороший такой деликатный аромат в духе эрмес такой благородный аромат женственный аромат шлейфовый аромат жур де эрмес абсолю я кстати тестировала в магазине обычный жур де эрмес он еще более тихий и такой какой-то невнятный мне показался он не очень таким веселым потому что все таки сюда добавили цитрус этот аромат повеселее жур де эрмес абсолю следующий очень шлейфовый аромат на весну очень красивый аромат достойный аромат чтобы быть в моем сегодняшнем топ-7 это маскина фреш кутюр версия голд пусть вас не смущает флакон аромат действительно очень красивый очень шлейфовый выпущен в 2017 году группа ароматов цветочные фруктовые верхние ноты груша манго белый персик лист деревень и грейпфрут мандарин средние ноты жасмин орхидея ландыш базе ваниль таки головут мускус сандал пачули это фруктовый сладкий пудровый древесный аромат в прошлом своем видео я вас благодарила за ваши рекомендации показывала свои покупки которые я совершила по вашим советам а на этот аромат мне также зрительница писала комментарий что обалденный аромат просто всех перешли фил все ароматы которые она пробовала в магазине и действительно вот сам флакон он не соответствует содержимому если бы этот парфюм этот аромат перелили в другую форму я думаю что продажи бы у него взлетели вверх потому что все-таки потребители отталкивают такая форма флаконов мне лично нравится мне кажется это прикольным но большинству такая форма не нравится но аромат великолепный это красивый цветочно-фруктовый аромат тут и груша тут и манго и как вся люксовая парфюмерия здесь ничего кричащего нет то есть манго здесь в хорошей концентрации а не так как манго велигельм парфюмери там просто такой манго мускусное также как в манго манго манталь манго с мускусом невозможно вдыхать невозможно обонять здесь это люкс соответственно все такое тихое ориентированное на то чтобы понравиться большинству покупателей и поэтому просто красивая красивая композиция легкая веселая летящая бодрящая такая же блестящая как этот флакон веселая композиция аромат на весну чтобы поднимать настроение и оставляет после себя очень красивый шлейф так что топ-7 шлейфовые ароматы moschina gold fresh couture дальше показываю аромат это christian dior forever and ever туалетная вода этот аромат эта туалетная вода ассоциируется у меня с моей сестрой потому что этот аромат ей очень нравится группа ароматов цветочные выпущены в 2002 году верхние ноты фрезе водяной жасмин плющ сердце роза цветок миндаля герань в базе мускатный орех мускус ваниль цветочный розовый свежий пряный аромат бело цветочный и фужерный очень очень красивый шлейф особенно раскрываю вам секрет очень красиво шлифят эти ароматы в тандеме dior diorissima и dior forever and ever если их наносить вместе то это просто будет невероятно красивый цветочный шлейф здесь такие знаете холодные цветы влажные цветы здесь сладкие цветы звенящие такие хрустящие ландыши вместе получается очень красивый аромат очень стойкий получается парфюм и очень шлейфящий и очень красивый комбо аккорд красивый шлейф хвост такой летящий цветочный особенно кстати вот forever and ever тоже отличается хорошей шлейфовостью более стойкий более шлейфовый чем diorissima но это тоже такой неплохой по своим техническим характеристикам парфюм здесь очень красивая база из мускатного ореха также я думаю что вот роза которая здесь заявлена она все-таки белого цвета возможно даже это какой-то куст шиповника это какой-то кустовой сорт розы это не обычные розы отдельные да это какая-то кустовая роза типа шиповника аромат также сказка какая-то ароматерапия я сразу вспоминаю сестру когда я его вдыхаю вот так как говорит эдмон трудницко действительно аромат проникает в человека и даже у других людей ассоциируется как будто бы это часть другого человека да у вас также напишите мне в комментариях ассоциируете ли вы ароматы с другими людьми что про него говорить уже 19 лет аромату это просто бестселлер я думаю также у dior многие им пользуются хороший качественный цветочный парфюм у меня версия туалетная вода также туалетная вода абсолютно цепкая стойкий аромат шлейфовый аромат отличный парфюм хорошая люксовая парфюмерия christian dior forever and ever ну и также если вы ищете какие-то шлейфовые ароматы опять же возвращаемся к люксу и christian dior у меня purpoison dior или purpoison кому как больше нравится группа ароматов с цветочной опять же у нас сегодня люксовые шлейфовые ароматы на весну этот аромат был создан несколькими парфюмерами среди них известный и любимый мной доминик арпион и оливье porsche верхние ноты jasmine апельсин бергамот сицилийский мандарин средние ноты gardenia цветок апельсина базе sandal белая амбра кедр и белый мускус это бело цветочный цитрусовый древесный аромат это такое невероятно красивое сочетание цветов и древесных нот что просто хочется его вдыхать и вдыхать и при этом он очень деликатный такой тихий на минимуме также здесь моя любимая gardenia в сердце и цветок апельсина он же fleur d'orange красивая древесная база красивый белый мускус люксовый мускус его можно вообще невероятное количество раз распылять никого не задушит не удушит хотя в принципе вся линейка poison poison она такая достаточно плотная мне на самом деле больше нравится hypnotic poison ароматы ну вот этот именно аромат на весну потому что он такой бело цветочный он не такой тяжелый сладкий как вся остальная линейка более легкий более воздушный также у него именитые парфюмеры и также у него очень красивый шлейф ну в принципе наверное вся линейка poison у dior она вся шлейфовая то есть все ароматы линейки poison у christian dior это шлейфовый аромат красивый все-таки здесь старт старт цитрусов сердце из цветов база из древесных нот просто невероятно крутая композиция ничего здесь не выбивается ничего здесь не вычленить просто хочется вдыхать и вдыхать этот невероятный космический парфюм у меня кстати эта версия парфюмерная вода топ-7 люксовые шлейфовые ароматы на весну christian dior purpoison напишите мне пожалуйста в комментариях свои люксовые шлейфовые ароматы на весну либо на лето уже скоро лето не за горами время летит быстро ставьте видео лайки если оно вам понравилось подписывайтесь на канал если еще не подписаны нажимайте на колокольчик с вами была света до встречи в следующих видео и в предыдущих видео нажимаете много видео у меня на канале есть есть что посмотреть я вас целую всем пока пока а а